добрый вечер друзья мы снова вместе сегодня правда я буду чаще беремся кипятком есть причины для этого если вы кашлять небо все эти внимание как когда-то говорили когда-то был знаменитая фраза футбол состоится при любой погоде вот и мы так же так начали перед вами внук макарова алексееванча нашего волшебника а сейчас мы с ним услышите разговор по ватсапу дело в том что я опозорился со мной такое случается к сожалению я не узнал что это абрикос я приворожил мой взгляд приворожил эти плоды вылитые персики да а то что листья абрикоса я не обратил внимание спасибо макар у меня поправил как это выглядело внимание то же самое но здесь написано словом добавил серафим слушайте первоисточник это очень важно это не шутки добрый день макаров алексей волгинск эта фотография с моим внуком абрикоса серафим почему я конкретизирую я видел вебинар спасибо за добрые слова после этой фотографии вы говорили глядя на нее говорили какие хорошие персики это абрикос серафим точнее да ваш серафим привитый на сливе черенком вашим спасибо за добрые слова так теперь обратите внимание на слова мы с вами все учимся учимся вот перед вами опять химера да что ты будешь делать но как плохо что среди нас нет профессиональных ученых те кто пишет книги те кто заседает на в академии наук как плохо станет поддержки как плохо что это названо химерой в общем словом ведь это прививка на сливу теперь алексей иванович я говорю вами всем вот необычно крупные плоды это и есть химера проявились качества именно потому что привита на сливу и это уже у меня не первый случай а потом покажу слой королевский на сливе но это будет ниже и так вот чтобы сохранить это все вам нужно сливу сохранять родственные связи то есть в ближайшие годы все по двое чтобы были желательно с одного дерева семена выращивать по двое и с этого дерева брать веточки и второе поколение на сливе потом веточки брать уже со второго поколения третье поколение на сливе на росы никак это и есть насыщение ментора по железу вот и вы станете таким волшебником вы весь полстраны глина глина а сливе плевать на вашу глину полстраны 1-2 метра до подземных источников абрикос не будет на сливе будет понимаете что нас ждет у вас такие случаи это не так бывает не рассказываю у меня было десять я я недолго со сливой возился 10 прививок сделал абрикосы по двоих не было вот выжила где-то 5 или 6 остальные мертвые потом на следующий год 4 на следующий год 3 на следующий год 2 потом 1 и на десятый год все у меня сливы абрикосы с него закончили я тогда не знал что надо опять прививать по сливу и закрепить это все в некотором времени заплодосил мажорский абрикос и все на этом и все теперь я вспомнил я об этом еще по ни разу не рассказывал а это надо рассказать в начале было у меня но я уже перехожу то есть вот тема я надеюсь кто-то понял вот нельзя опускать руки когда вы прививаете вынуждены привать абрикосы сливы могут быть неудачи так вот смотрите все ли это видели все ли это знают все ли заглядывать мою гостевую книгу и так нет не гостевую книгу в данном случае в целом на сайт смотрим новости сайта лучший сад подмосковья 1 2 3 4 5 7 у человека я до него очень старался он хотел вырастить в идеальный сад а у него близко грунтой воды да еще глина я для него создал пять фильмов здесь это фактически энциклопедия то есть все что нужно для того чтобы работать именно близким готовым 5 фильмов по полчаса так нас полчаса ценнейший материал значит вот это коммунат освоивайте потому что вы не можете поменять ноги уже не могут уже дом построили а подводные воды близко вы не можете ничего сделать кроме того как приспосабливаться под местный климат вот это я хотел сказать еще раз что хотел сказать работа с косточками вас ждет так я сажаю полторы тысячи костик еще когда новострою был сад у меня 180 пошло они оказались естественно самые подходящие природа выбрала их они выбрали себе участок то есть здесь мы расти будем все вот так получилось и результате у меня пошли по двое отсюда так вот с этого момента а у меня был случай они вспомнил недавно я обязан вам ее рассказать просто обязан и так иркутск я тогда только меня печатала фазента еще не печатали все лучшие газеты садоводческие журналы россии потом правда какой-то был окрик они как разу перестали печатать то есть кто-то сказал железо печатать нельзя потому что он несет ахинею вот теперь вот ахинею только вы слушаете больше никто и вот получилось так что разгар моего популярности когда газета фазента по самым 70 тысяч экземпляров печатала и иркутске продавали иркутска не было интернета иркутска поступил заказ на тысячу косточек абрикосов причем культурных я пожал плечами деньги ваши а организации нужно чтобы лизайте слова там были слова сельхоз науч еще что-то то есть я понял что в серьезную организацию они не торгуясь прислали мне не помню почему тогда у меня косточка была а я их вообще тогда только начинал это вот и а тысячу отправил а потом еще этот самый тот кто сам организатор а мне еще сотню отдельно ну тот кто организовал это все вот присылает деньги я высылаю 1100 косточек приходит такое письмо она была такой звуки я специально говорю многим из вас когда-то придется повторить мой путь а как а вот так значит валерий константинович мы просим от вас объяснение почему у нас зашло 84 косточки то есть превратили саренцы остальные не взошли это я им должен был объяснять свежайшие все откуда мне старета может быть у меня уже льда вот когда мне туда вырожай были больше чем сейчас сейчас климат раскачивается и уже текста больших вырожая уже нет особенно последние два года три года за да вы видели 200 ведер и так далее а два года уже последний не так у меня уже то кончается то кончилось а тогда то господи к чему мне надо было это продавать какую тверду когда у меня было и это самое уникальное эти косточки тех же королевских и вот они такое письмо не злое нет мы требуем объяснение почему нас зашло 84 они меня спрашивали диски учебные они что-нибудь ведь это иркутск они что-нибудь тогда понимали вообще в абрикосах они что могли знать кроме той самой если где-то когда-то справочники написано крупнейший абрикосовод россии фамилию не называю на том свете черным по белому написал я хотел у меня уже когда раз подходе вы к этому я раз и это его статья а там 10 сантиметров закопать а вот крупнейший в россии только фамилию называю кто грамотой тот и без меня знает 10 сантиметров я могу показать кому-то по секрету сказать вот видите я не болтун а вы там напишите где-нибудь даже или за не болтун это действительно статья есть такая цифра на 10 сантиметров это все хана было напечатано ведь этот популярную журнале вот я к чему говорю и у людей всходит 84 да я уверен что на следующий год у них уже было 4 а вот быть вообще ни одной не зная броду есть совсем другой уровень ребята если я человек написал хочу иметь лучший сад то так и написал хочу иметь получиться от подмосковье вот правда зачем кончилось я фильмы для него создал первую очередь вдохновился я на нем хотел заработать тысяч двадцать тридцать не скрываю этого тогда мне еще этим было крупноплодных много сейчас уже ограничивают там десятками дверя вот а такое было и увидится что после этого взял исчез ну наверное показалось сложновато посмотрел эти фильмы и сдулся есть такое выражение но вы самое главное поймите вот есть у меня диски на двух дисках сертификация семян есть каждому отдельно высылаю материалы кто действительно хочет заниматься сертификацией бесплатно нет все равно потом повысится так а звонок пожалуйста объясните мне я вот получил косточки а грешу где 8 и 7 этих фильмов и так объяснить вот на этом все а с таким уровнем много он выросит ладно высказался идем дальше вот моя лекция вот значит макаров теперь так не упустите такую возможность стать первым среди химер 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 химеристов если меня называли этим самым шаманом наполеоном силы врет как силы мерин у вас тоже это ждет второй третий по россии вы знаете об этом нет а и скажете нет я все это 3 академик иванов или петру сидоров дождетесь вот не упускать этот момент и всем говорю